Чисто круглый год. На самарских улицах и во дворах наводят порядок. Хоть генеральная уборка города закончилась, на этот раз взялись за незакрепленную территорию. Убирать бесхозные участки в городе начали месяц назад. Чего здесь только нет. Обгоревшие покрышки, фанера, сухие ветки, даже где-то вон там остатки старой пружинной кровати. Такие сюрпризы рабочие находят каждый год. Следить за чистотой в этом районе будут до самой осени, до того, как выпадет первый снег. Территория вокруг жилых домов на совести управляющей компанией. Вдоль дорог муниципального предприятия благоустройства. Остальные участки земли считаются незакрепленными. По договору с районными властями здесь убирается подрядная организация. Ежедневно утром мы созваниваем с подрядной организацией, корректируем адреса, куда они встают. Потому что не всегда получается, что подрядчик может скорректировать план работы на день и может что-то не успеть довывести. В течение дня приезжаем, смотрим, как ведутся работы. В конце дня опять смотрим, что получилось. Планируем на следующий день. В железнодорожном районе сотрудники подрядной организации собирают и вывозят мусор, спиливают поросли, сухие ветки деревьев, где нужно, косят траву. Территория стала заметно чище. Управляющей компанией, конечно, мы проводим большую работу с ними, разъяснительную работу, в том числе по поводу уборки территории. И территория стала заметно чище. Ну, конечно, и без штрафов тоже не обошлось. Тем не менее, все равно выявлялись нарушения, привлекались они. Но я считаю, что сейчас заметно лучше стало. Ответственность за последующее содержание территории полностью ложится на плечи подрядчика. Если административная комиссия обнаружит нарушение, штраф может составить до 20 тысяч рублей. Алина Чемерис, Станислав Левин, События.